Здравствуйте! Сегодня 5 декабря мы продегустируем хурму. Вот такая хурма вызревает у меня на подоконнике. Вот размер ее, чтобы вы видели. Зачем не надо будет еще гранат? Потому что хурма и гранат, они не относятся к одному семейству, конечно. Но методикой проращивания зерен с косточек получить саженцы одинаково. То есть надо проводить стратификацию. Хотя бы 2-3 месяца во влажном песке. Поэтому мне надо получить семена роната, получить семена хурмы. И у меня тут еще есть уже семена другого растения. Это пускай будет сюрпризом для вас. Значит смотрите, я постараюсь аккуратно, здесь плодоножка, видите, вот такая вот. Я постараюсь, главное не поранить косточку. Если она будет, я еще не знаю, будет здесь косточка или не будет. Поэтому я делаю, вот здесь у нее уже есть такие, как у арбуза, полосы. Раз, два, и теперь можно разделять его. Да. Косточек в этой нету. Сейчас мы попроверим дальше. Нету косточек. Так, ну что же на вкус у нас получилось одинаково. Что покупная, по сладости, что привозная, что выращенная в Харькове, на открытом месте, получившая довольно много солнца, косточек нету. Но в гранате вы знаете, что все равно будут косточки. Сейчас проверим еще одну. Так, я уже не буду занимать ваше время, я сразу буду резать. Тоже нету косточек. Жаль. Третью. Нету косточек. Поэтому придется использовать косточки с покупной хурмы. Некоторые бывает даже много. До 8, до 10 штук. И эти косточки будем стратификацию проводить во влажном, мытом, чистом песке. Где-то 3 месяца. 2-3 месяца. Чтобы весной, ранее весной посадить его. Чтобы они зашли. Гранаты и хурма. Для чего это нам надо? Для проверки удобрений своих. Для проверки химикатов. Для проверки отредителей, защиты культурных растений. Спасибо вам большое, что смотрите мой канал. До свидания.